Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Валерия Майорова и наши гости. Люди, которые крепче стали. Итак, встречайте, аплодируйте у своих экранов Богдан Булычев и Владислав Паранго. Но эти люди, здравствуйте, здравствуйте, собираются отправиться в далекую экспедицию на холодную Чукотку. Мы ими гордимся. Мы уже вас провожали на Диксон, правильно? Год назад, да. Год назад. Все получилось классно, красиво. Подожди, подожди, Роман. Ну что значит, все получилось классно? Мы обязательно поговорим про ту экспедицию, которая предстоит. Но давайте все-таки вот такое послевкусие. Вы же не просто так вот мы вас торжественно провожали, вы с нашим флагом уходили. Расскажите, куда вы его вознесли, где вы его закрепили. Мы добрались до самого северного континентального населенного пункта в мире на автомобилях. И первыми в мире добрались туда на стоковых автомобилях, на обычных машинах из автосалона. То есть буквально с небольшими доработками, которые никак не влияют на их ходовые качества. И, безусловно, когда мы въезжали, то есть мы ехали по замерзшему Енисею, по замерзшему Енисейскому заливу, по Карскому морю. И вот представьте себе, стоит поселочек на берегу, который, то есть нет никакого сообщения. Только летом проезжают какие-то редкие баржи, которые туда что-то доставляют. И тут со стороны, откуда они набирают воду, с Енисея или откуда-то, выезжают две машины, которые вообще не похожи на машины в их понимании. Потому что в их понимании это большие, огромные автомобили на треколовских колесах, где размер с рост человека колеса – это норма. И тут мы на наших маленьких, и они говорят, кто вы, откуда вы? Люди дилипуток какие-то. То есть мы еще в красных этих куртках, такие как марсиане вышли оттуда. Они воспринимали нас, конечно, для них это был полный сюрреализм. Поэтому вот туда мы отвезли ваш флаг. Добрались мы туда так тяжеловато, в том плане, что погода была тяжелая. Плюс мы поехали полярной ночью. Опять же, туда обычно никто в этот период не едет. Мы решили, чтобы уж все по полной программе. Поэтому флаг вашего телерадиоканала был именно там. Скажи, пожалуйста, в плане техники действительно автомобиль штатный, все выдерживает. Подвески не отлетели. Не холодно, амортизаторы живы. Я как бы всегда как говорю. Сразу скажу, что мы используем не российские автомобили. Вот используем автомобиль Toyota. И мне очень часто пишут в комментариях, почему ты не используешь российский автопром. Я всегда отвечаю одну и ту же фразу. Я все-таки больше путешественник, чем автомеханик. Поэтому мы берем ту машину, которая не просто тебя куда-то завезет, а еще и вернет назад домой. Безусловно, весь пластик на морозе был разбит. Потому что температура была ниже минус 50. Но машина ехала. То есть вылезла куча гирлянды каких-то ошибок из серии. Уже бортовой компьютер машины говорил, ребята, вы куда? Уже нет больше ошибок, я все показал. То есть он просто показывал о том, что температура у него минус 40, и ниже он не показывает. А там у нас было ниже минус 50. И вот он все это обрабатывая выдавал нам информацию, остановитесь. Слушай, они дизельные или бензиновые? Они дизельные, но связано это с тем, что дизель в тех краях достать проще, чем, я не знаю, чем здесь купить где-то бутилированную воду. А с бензином очень туго. То есть все дизельные, все поселки отапливаются за счет дизельных станций, все полярные станции. Ты приезжаешь, и тебе обычно говорят, вот видишь вот этот сугроб, да? Вот там под двухметровым слоем снега лежит бочка, она ваша. Ты говоришь, сколько денег? Он говорит, да это же соляра, ничего не видно. То есть это примерно так. Если бы мы попросили бы столько же бензина, то, во-первых, ценник был бы раза в три больше, чем в Москве, и нам бы его просто никто не дал. Скажи, чем занимаются там люди эти? Вот на что живут? Люди на самом деле там очень счастливые, и это вот, знаете, такая вот, я даже не знаю, как сказать, закономерность. Чем реально дальше отъезжаешь от Москвы, не в обиду москвичам, и тем, кто живет в Подмосковье, тем люди добрее, тем у людей меньше какой-то вот агрессии, злобы, и они как-то счастливы. Вот у них уровень жизни ниже по всем вот социальным маркерам. Ну, они живут счастливее. А с чем это следует? А вы знаете, наверное, с тем, что, ну, не знаю, во-первых, там вот мороз, вот представьте, очень холодно, и у них взаимопомощь на уровне подсознания. То есть вот если просто машина остановилась, значит, к ней нужно подъехать. Значит, что-то случилось, значит, еще что-то. Двери в дом открыты, то есть это было исторически, открыты потому, что мог выйти белый медведь, и для того, чтобы убежать от белого медведя, ты мог в любую попавшуюся дверь открыть и зайти. И это так и есть. Ключи от домов не заносят с собой, оставляют под ковриком или где-то, потому что ключ один на всю семью, а есть же сын, есть дочка, есть еще. То есть это вот все вот на таком, на уровне. Богдан, это о каких мы сейчас регионах говорим? Россия. Ну, я имею в виду, это где? Это Иркутск, это вот где? Весь север, начиная. Вот если сказать весь север России и Дальний Восток, это так. То есть север Сибири, я думаю, что, ну, Ямал навряд ли, потому что там все-таки уже больше, так скажем, вахтовый метод, добыча газа и всего этого. Там же производственные такие. Там уже все-таки, ну, то есть люди из центра больше приезжают. А если мы говорим про Красноярский край, Якутию, Магаданская область, Чукотка, вот здесь именно так. То есть вот это вот эхо Советского Союза, но хорошее эхо, оно там присутствует. Слушайте, как у нас получилось интересно. В первом выходе Богдан прям взял, отстрелялся по всем темам. Но мне хочется сказать, что, Владислав, вы готовьтесь. В следующем выходе будем спрашивать все строго из тебя. Ну, мы же на ты, да? На ты. Сейчас у нас музыкальная композиция. Две Маши. Мама, я танцую. Можете пританцовывать. Кстати, мне кажется, при холоде очень помогает, когда пританцовываешь. Вообще двигаться надо. Дамы и господа, мы продолжаем после жарких огненных танцев. У нас сейчас опять разговоры про льды, про север. Напомню, что в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» Богдан Булычев и Владислав Паранго. Вот мне первый раз так захотелось на север, прям в снега, вот в эту вот полярную ночь. А почему? Потому что там огромное количество всяких разных вкусняшек. Ведь правда? Да. Ну, можно вот про тему еды как-то раскрыть ее в эфире? Ну, вообще, все северные народы, они больше как бы нацелены именно на рыбу и на мясо. Как они сами шутят, что вегетарианцам тяжело у них. Хотя Влад у нас вегетарианец, и он, конечно, там справляется. Вот мы шутим, что он... Мороженую фасоль ел. Что он там только не ест. Но если говорить про местных, то, конечно, количество той рыбы, которая там есть, она просто запредельная. Это вот сорта белой рыбы и осетровой, есть там куча всего. И они делают из нее много всяких разных блюд, всевозможных салатов, и большинство ее используют именно в сыром виде. И вот самое популярное блюдо на севере – это строганина. Когда берут просто обычную рыбу, на морозе ее настругают. То есть вот эти тонкие такие вот слайсы, они прям замороженные, делают перец, соль или, допустим, еще какую-нибудь специю, и ты прям вот эту сырую рыбу макаешь туда и ешь. Это невероятно вкусно. Я говорю вам сейчас, и мне прям захотелось. А это вот полезно для здоровья или как это? Знаете, многие говорят, что вот, возможно, какие-то паразиты. Но когда за бортом минус 50, то мне кажется, что единственные паразиты, которые выживают, это вот явно не те, которые в рыбе. Ну, да. А вот вообще про инфраструктуру. То есть, допустим, вот они занимаются рыбалкой, они занимаются охотой. А магазины, что там есть на прилавках? Вот, допустим, человек-вегетарианец, там помидорку купить можно? Помидорку можно купить, только она дорогая очень, помидорка такая. Например, сколько она стоит? Ну, как здесь красная рыба, там… От 500 до 1000 рублей. И еще в зависимости от сезона. То есть огурцы точно стоят 500 тысяч. Вот это… Там черешня, там 2-3 тысячи может стоить. Зато рыба там стоит 100 рублей. Вот так это у нас 4 тысячи. Там как бы никто не берет. Плюс там, допустим, мы приезжали, приехали в магазин, у них просто вяленая оленина. Они говорят, сколько стоит? Они говорят, 800 рублей килограмм вяленой оленины. Ну, то есть мы взяли вот там вот огромный кусок нарезан. Вот они такую еду с вами едят, она у них стоит все очень дешево. Просто о чем говорит, та рыба, которая здесь стоит несколько тысяч рублей, там стоит по 100 рублей. И мы в итоге на обратном пути не удержались и взяли с собой два мешка рыбы на всю команду. Потом разделили ее все и привезли домой, потому что здесь такое точно не купить. Сколько в эти места ехать по километражу, скажи? Вот где такая рыба? Из Москвы, например. Все зависит от того, откуда. То есть если ты прилетишь самолетом до Норильска, и из Норильска до Дудинки там порядка 50-100 километров, сейчас могу ошибиться. А вот потом вам, в принципе, уже в Норильске можно купить. Она уже будет с наценочкой не сильно большой. Можно тут купить и развернуться назад. Это самый лайтовый. А просто если вам ехать дальше, то там только треколы, и стоимость поездки туда этой рыбы будет расти, так скажем, с геометрической... Треколы еще расскажешь, что это... Это машины, построенные на базе разных автомобилей. Не чаще всего это, что это? Ну, УАЗ или своя, у них есть трехмостовая платформа, и с очень большими колесами, с положительной плавучестью. Они плавают, не тонут, колеса низкого давления, не провалятся к снегу. Да, колесные вездеходы. Так, но вы-то никуда не летели, вы прямо отсюда, из Москвы сели на машины и поехали? Нет, мы сделали все проще. Мы, чтобы не тратить время, потому что там, понимаете, это вот тонкая грань между хорошая погода и плохая. Мы заранее машины морем отправили в Норильск, прилетели в Норильск и оттуда стартовали, но обратно мы своим ходом уехали в Москву. То есть мы могли это и туда сделать, но просто решили не тратить силы, потому что тот участок, где мы проехали за 10 дней, мы рассчитывали, ну, закладывали максимально, что можем и 30 дней там биться. Потому что, вот простой пример, самое сложное, мы проезжали 2 километра, по-моему, порядка 6 часов. 2 километра 6 часов. То есть ты практически машину на лопате несешь, ты 15-30 метр прокопал, к примеру, все, и потом проехал этот кусочек, опять копаешь там полчаса. Я предлагаю посмотреть арктический фитнес такой. Видеоролик. Давайте, там все, там все, вот, да, лучше, как говорится, один раз увидеть, чем 100 раз. Экстремалы всех телевизором. Поехали. Ой, как страшно. Как в фильме прям, да, таком? Ну, да, да, там сейчас за кадром такая вот качельчика поскрипывает. Это официальный материал вашего видеоблога? Это такой, как релиз, то есть каждую, как правильно его назвать? Трейлер. Трейлер. То есть по окончанию каждого проекта мы в начале видео, которое будет выходить на ютюбе и на телевидении, делаем такой трейлер. Это из материалов Владислава как раз, да? Нет, я вот в экспедицию не ездил, я ездил в Тиксел. Из материалов, да, но обычно всегда только из материалов Владислава, да. 99%. Слушайте, но фары там должны быть у автомобилей какие-то прямо вообще… Там просто ночь, то есть там, грубо говоря, 20 часов из суток – это ночь. Так интересно, говорят, что люди грустят, когда им не хватает витамина D, а там получается 20 суток ночи, и все равно люди счастливые. Там некогда грустить. Вот видите, чем мы занимались. То есть ты только загрустил, сразу иди копай. А не будешь копать, закончится топливо, и ты замерзнешь. А ближайший, кто может… Вот, то есть там видно, когда мы дергались, это мы как раз пытались проехать. Странно? Так. Автопроизводитель, скажи, пожалуйста, после вашей экспедиции что-то вносил какие-то в конструкции автомобилей, потому что, ну, вы делали прекрасный тест-драйв в экстремальных условиях. Я думаю, шинные производители учли наш фидбэк, потому что мы в этот раз использовали шины одного из, так скажем, азиатских производителей, и они… Одна модель показала себя хорошо, вторая не очень. Я думаю, что они учли, как провели работу над ошибкой, мы им привезли даже колесо назад, чтобы они разобрались, в чем вся суть. Так, а вы в палатках ночевали? Вот мы сейчас это видим. Мы в палатках ночевали несколько ночей, и самое холодное – это было минус 48, когда мы ночевали в палатке. А разве реально в палатке ночевать в такую температуру? Ну, нереально, но мы ночевали. А не было у вас вообще такого, я не знаю, вот чувства, что сейчас снегом всю машину завалит, и дальше не проехать, и из машины не выйти, и аккумулятор сядет, и «Ой, мама!» Нет, нет. Нет? Вот я бы запаниковала первым. Тут же самое главное – это подготовка. Если ты экипирован, если ты подготовлен, если у тебя есть абсолютно все, ну, что тебе нужно, чтобы выжить там, то есть, как зачастую несчастные случаи бывают с людьми, которые не готовы. То есть, поехал в тапочках, плохо одет, неподготовленная машина, неподготовлен он, не понимает, куда он едет, не умеет читать снег, не понимает, по какому льду он едет. И случается… Я смотрю, у вас там хорошая попутка, ледокол идет. Да, это на обратном пути мы его тормознули, и он нас подвез. А что, так можно было? Ну, вот, оказывается, да. То есть, есть телефон, по которому можно позвонить? Ну, это прямо отдельная история была. Мы подняли на уши всех. Было в связи с тем, что мы как раз все колеса проживали на обратном пути, а лед, просто нам их лед острый порезал все. То есть, прям экстремальная ситуация. Вот, да. И мы могли, в принципе, доехать, нам пришлось бы делать смычок, то есть, довозить сначала одну машину, потом возвращаться за другой, ну, колеса возить туда-обратно. И по итогу мы связались с атомным ледоколом, договорились, и он нас подобрал и довез до порта. То есть, это, ну, так было, конечно, незабываемо на всю жизнь. Вот вообще, каково это на атомном ледоколе? Твои впечатления, да, вот, ледокол. Ну, это вообще невероятно, потому что, когда ты стоишь, это девятиэтажное здание, которое подходит к тебе, ты понимаешь, что под тобой там несколько сотен, может быть, просто десятков метров, ну, я не мониторил, сколько там глубины, и в этот момент он подходит, все трясется, при этом нет никакого от него звука, он же на атомной энергии, то есть, там просто электродвигатель. То есть, это вот, вот как сейчас у нас в студии, что-то где-то фоном какие-то кулеры работают. А там же тихо, да, только ветер может быть. И вообще, и он такой подходит, и только треск льда такой, вот, ты стоишь и понимаешь, что вот дом на тебя так подъезжает. И потом только капитан, ребят, ну что, вы готовы? Да, готовы, конечно, сейчас голос в пустыне. Слушайте, там селфи можно было сделать, потом весь год публиковать, это же надо. Мы, вы правильно все говорите, мы сделали селфи, его подхватили американцы, и они дословно перевели селфи нашего фотографа. Он сказал, что проезжает атомный ледокол, и по настоящей полярной традиции, настоящий полярник должен, в первый раз увидев атомный ледокол в Арктике, лизнуть его. О, Господи! Вот, но, говорит, лизнуть не получилось у нас, то есть, это он все пишет у себя под своим постом, говорит, лизнуть не получилось, поэтому мы просто помахали, потрогали его рукой. Мы реально трогали, когда он, мы его три раза встречали. Первый раз мы его встретили, мы сначала сфотографировались, второй раз мы его там рукой на ходу потрогали. Богдан, что он там делает, что он там катается? Он, на самом деле, проводит суда для как раз захода по Северному морскому пути, для захода в устье рек, пробивает им путь. Как раз вот Таймыр работал в том году из Енисейского залива и Карского моря до Динки, а, получается, его брат Вайгач, он работал на Обской губе. Так что там американцы-то, как они это поняли? Американцы все это дело перевели и как бы написали у себя следующее, что опять сумасшедшие русские в Арктике увидели Литогол, эти ребята хотели лизнуть его. И что самое главное, потом это очень сильно у них пошло, растиражировалось, и программа типа Ивана Урганта в каком-то штате полностью как бы все это рассказала, показала этот пост. И они сидели, обсуждали в студии, один другому говорит, там был афроамериканец и европеец, они друг друга разговаривают, он говорит, ты представляешь себе, что бы ты сделал, никого нету, сотни километров вокруг никого нету, ты один в Арктике, и на тебя выходит махина, атомный русский ледокол. Ну и второй парень, мой оппонент, говорит, по-моему, я уже надел в штаны, и он говорит, так вот, а русские не то, что надел в штаны, они хотели его лизнуть. То есть это вот, ну, они так обыграли, мы, конечно, поржали над всей этой ситуацией, конечно, никто его лизать не хотел. Ну, слушайте, ребята, вы звезды, видите, а вас знают абсолютно-абсолютно все. Ну, рассказали, да. Друзья, мы очень скоро узнаем, что же будет в этот раз у ребят на Чукотке, потому что 25 февраля, то есть совсем скоро они отправляются в очередную экспедицию. Что там интересного ждать, где мы это все увидим, подробности очень скоро здесь, в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Если есть вопросы к нашим гостям, оставляйте их ВКонтакте, потому что ВКонтакте есть публикации, посвященные визиту этих отважных людей. Мы скоро вернемся, не переключайтесь. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Итак, друзья, продолжается программа «Лучшее в стране». Я напоминаю, что в гостях у нас Богдан Булычев и Владислав Паранго. Эти два потрясающих смелых мужчины. И в кадре, и за кадром рассказывать нам, ну, я бы сказала, прям практически не были лицы, но у них есть видеоподтверждение всего того, что с ними происходило. И это вызывает восторг. Значит, хотелось бы понять, как у Влада складывается жизнь в экспедициях и в каких? Давайте, рассказывайте. Ну, в экспедиции я отвечаю за видеокартинку. И, конечно, предвкушаю эти красивейшие места, которые будут у нас по маршруту на Чикотку. В первую очередь, это зимний Байкал. Ну, как вы знаете, на небе только и разговоры о Байкале. И там все спорят, что лучше, зимний или летний Байкал. Я считаю, что они равны по красоте. О, дальше у нас зимники красивейшие. Там по долинам рек, где отвесные скалы опускаются на реки, замерзший лед. Вмерзшие грузовики. Это символ такой, наверное. Владислав, да вы поэт. Я просто на эти уши развесила уже. Это суровый реализм с грузовиками, к сожалению. Дальше впечатляющий мирный карьер у нас будет. Якутск. Ну, это просто город, который мы проезжаем. Это финишная точка. Дальше Чикотка. Чикотка для меня это совершенно новые какие-то места, потому что до этого ездили в Тикси. Это были маршрут, привезли на такой же по Якутии был. Вот. А на Чикотке, конечно, хочется поймать кадр белого Мишку. Вот. Самое главное, чтобы Мишка не поймал никого. Да, в кадр никого. Ну, мы с ним договоримся, в принципе. Я как бы не ем животных, а вегетарианец, так сказать. То есть он почувствует это издалека. Да, что мы с ним подружимся. Вот. И, конечно же, впереди еще у нас там будет Магаданская область. Очень красивое место. Подожди, если я ничего не путаю, для Богдана это родные края. Да. Я же специально маршрут делаю через дом. Ну, все маршруты происходят так. Если едем на север, по-любому заедем туда в Магадан, его там все будут встречать. И это... Вот. И Амикон еще будет. Будет Амикон, да, будет полюс холода. Но мы приедем туда, когда местные шутят, что там уже начинается весна. То есть там будет минус 42, минус 45. Но они говорят, а, морозы уже ушли. Так я бы все-таки хочу допытать. Владислав, а как себя в таких температурах ведет видеооборудование? Там проблема в том, что замерзают жидкокристаллические кристаллы на мониторчике, на который смотришь, да? И получается, что ты не видишь фокусировку. И поэтому только наитием каким-то и рисками на объективе ты понимаешь расстояние до объекта. Ну, то есть есть свои сложности большие. И камера, соответственно, замерзает очень сильно. Большой совет — это просто с такого мороза нужно, заходя в машину, убрать камеру, чтобы не образовался внутри конденсат. И тогда есть шанс, что она спасется. Я вот, кстати, по поводу этих жидкокристаллических экранчиков. Я не знаю технологии. Они не разрушаются, жидкость, если когда замерзает, потом она оттает, нормально будет? У меня был аппарат Canon. И там все было хорошо. Ну, вот единственное, что было, подтормаживала еще картинка. То есть ты наводишь фокус, а кадр чуть позже. Мы немножко рискуем, потому что мы берем на тест абсолютно новую технику в этот раз. Ну, кто, если не вы, должен тестировать всю эту технику в экстремальных условиях? Да, да, да. И, кстати, еще хотел спросить, носитель какой? Жесткий диск снимаешь камеру? Что там, что это? Снимаю на флешке SD, потом перекидываем, да, материал уже. Ну, это надежно, наверное. Самое интересное, друзья, что вот когда Владислав говорит, там нужно поднастраивать, он в минус 40, в минус 50 ручки из варежек достает. Там же никак варежки не настроишь. И все. И после этого как-то вот у него пальцы двигаются. Я просто, к примеру, вам хочу сказать, на улице плюс 2, я на остановке достаю телефон, и все, у меня пальцы скрючиваются. Как это? Это какой-то отдельный навык, это вегетарианство опять же. Да, это вегетарианство, это энергия. Я перекачиваю энергию, как руки и грею. Ну, кстати, да, скажи, чем ты там питаешься вот в таких экспедициях? Питаюсь, ну, я могу свой рацион рассказать, что с утра это у нас каша, как обычно происходит. То есть мы греем водичку, да, и делаем эту быстро растворимую кашу. Вот. Съедаем кашу, дальше у нас обед. В основном ребята делают там... Ну, старганина мы поняли у ребят. Да, старганина, или там вот, допустим, греча, да, варится там, рис и еще что-то. И главное успеть в момент, когда они не бросят туда тушенку. Они же все голодные, и тут в этот момент, если ты, ну, как-то пропустил этот момент, то все... То у тебя нет. Как в боевике, да, ну, и бежишь с тарелкой, да. Нет, да, а там оно вываливается уже, ты все думаешь. Там тушенка с кашей, скорее всего, да. Да, где-то так. И получается, ешь консерву рыбу, да. Слушай, а вот просто, ну, понятно, что у меня уникальная просто сейчас каша в голове, потому что я не понимаю, как ты с этим справляешься. Ведь мороз, нагрузки, то есть быстро там все эти вещества перерабатываются. Как ты на этой каше? Только на каше. Уходишь и бегаешь там весь день. Вот организм перестраивается со временем. Это нужно просто всем попробовать. Ты еще раз скажи, что там солнца меньше, но есть энергия солнечного... Нет, ну как там? Солнца больше, на самом деле. Нет, как у нас получается это? Северное сияние. Там же каждую ночь... Заряжаешься? Каждую ночь светит северное сияние. То есть это вот настолько оно там обыденное, что ты там на десятую ночь уже как бы глядишь на него в окно и так думаешь, ну окей, да, светильник. Сегодня зеленый. Вот будет красный, я выйду. То есть это уже настолько... Это потрясающее зрелище. Это да, очень круто. С какой широты оно начинается, кстати? Вот как это понять? По-разному. Оно все зависит от вспышек на солнце и от того, как эти волны доходят к нам. В какой момент они прошли, в какой момент, когда земля крутится, дошли. Бывает, мы за самое, так скажем, южное, где я видел северное сияние, это было лето, август. Мы как раз ехали с экспедиции от Лиссабона до Магадана. И в августе, летом на федеральной трассе Колыма, где вообще до Заполярия еще далеко, мы увидели северное сияние. Мы его засняли, сделали фотографии. Это было просто невероятно. Причем это была такая история. Мы ехали в машине, и я рассказывал ребятам, какое крутое северное сияние. Мы видели в Тикси, когда ездили первый раз в Арктику, и наш фотограф Антон говорил, вот бы круто было бы его увидеть. Я говорю, слушай, а его всегда не видно, когда светит фара, и когда машину нужно выключить, и все, заглушить, и пойти глянуть. Пойдем глянем, мы глушим машину, и выходим из северное сияние. Антон говорит, у тебя там что, прямая связь с ними, что ли? То есть вот насколько мысли и энергия вот этих мест, она там... Слушайте, по поводу мыслей, как там думается вообще, о чем вы там разговариваете? Потому что, ну, не сидите вы, скорее всего, в гаджетах, в соцсетях. Вы же чем-то заняты, какие темы для разговоров? Там много разных тем для разговоров, и вот я так скажу, чем дальше на север, тем появляется вот эта стерильная тишина. Вот самую тихую стерильную тишину, которую я слышал, это была стерильная тишина на Северном полюсе. Когда я в том году ехал на велосипеде, на фэтбайке до Северного полюса, и вот когда ты остаешься один и рядом ничего абсолютно нет, то ты слышишь только две вещи. Ты слышишь сердцебиение своего сердца, которое таким сильным басом, как будто ты в ночном клубе находишься, она прям... И второе, что ты слышишь, это свой голос, который говорит, старик, ты уверен, что нам туда надо? И ты говоришь, да, подожди, собери стряпку. То есть это внутренний диалог. Ну, то есть в какой-то момент ты с ним дружишься, и потом ты уже начинаешь... То есть абсолютно философская энергия. То есть это там вот, это вот прям настолько стерильное, что мне кажется, как говорят, воздух в Арктике даже пахнет по-другому. Вот он пахнет какой-то вот этой стерильностью, вот совсем все по-другому. Хорошо рассказывает. Вы снимаете побольше на видео, выкладывайте, чтобы мы потом тоже посмотрели, почувствовали. По поводу книг, может быть, в этом плане что-нибудь, Богдан, как вы? Читаете там? В основном аудио. К сожалению, читать не совсем получается, потому что я все-таки отвечаю за управление одного из автомобилей, и когда ты вот в постоянном сосредоточении едешь, тебе же нужно читать, особенно ночью снег, видеть, куда нужно повернуть. Вот просто объясню ситуацию. Если ты будешь топтаться в одну-в одну-в одну сторону и не поймешь заранее, что там есть препятствия, то ты дотопчешься до этого места, и тебе потом нужно будет опять разворачиваться. Это лишние усилия, это команде придется выходить копать. То есть и ты должен заранее прочитать, куда нужно ехать. Вот еще, кстати, хочу сказать, что на самом деле мы едем не вдвоем, для того, чтобы все понимали, у нас команда из шести человек. Будет еще один помощник, Влад, так скажем, оператор, который тоже будет снимать. Ребята будут снимать фильм, который пойдет на телевидение. Они то есть свой будут снимать. Да, мы снимаем свой фильм для Ютьюба. Будет еще известный арктический путешественник Саша Еликов. Он только вот несколько недель вернулся из путешествия. Они доехали до очень-очень сложного маршрута по Арктическому, тоже проехали, тоже на машине. Соответственно, еще будет у нас фотограф и тоже известный путешественник Женя Шаталов. И вот такой хорошей команды мы едем уже второй раз практически. То есть основной костяк, он не изменен. И вот самое главное во всем этом, безусловно, автомобили, Toyota, все очень круто. Это без них мы никуда. Экипировка, мы выбрали российскую нашу, тоже она вот просто там Red Fox. Отлично она отрабатывает. Но команда, это 250% успеха. Кадры решают все. Потому что именно команда, в случае чего, может как-то вот правильно себя повести. Были случаи у нас в Арктике в наших первых поездках, без имен сейчас, без фамилий, когда очень известные люди, они все такие вот известные путешественники. Но когда случалась какая-то серьезная ситуация, они вели себя совсем не так, как это должно быть. Друг оказывался вдруг, да. То есть там, это может быть и неплохо, и нехорошо, но вот все-таки самообладание и правильная позиция в Арктике должна быть. От этого зависит жизнь. Получать удовольствие. У нас сейчас тоже команда. Команда пришла сверху. Надо дать возможность песне появиться в эфире телерадиоканала Страна.ФМ. Скоро вернемся. Оставайтесь, пожалуйста, в нашей компании. Не замерзните. Лучшее в стране. Друзья, Богдан Булычев, Владислав Парангов. В гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Отважные люди, путешественники и еще и рекордсмены. Расскажите, какие у вас уже есть рекорды. И вот что будет устанавливаться в этот раз, начиная с 25 февраля. Ну, у нас уже есть рекорды России, рекорды Европы по достижению сложных маршрутов, как раз сложных точек. Вот здесь мы тоже решили, ну раз едем в ту сторону. А чего уж. Да, чего уж, да, не сделать. То есть, есть самая северная точка Чукотки, мыс Шилакский. И в зимний период до него еще никто не доезжал, на стоковых автомобилях тем более. Поэтому мы хотим зафиксировать и этот момент. На наших стандартных Тойотах опять доехать до мыса Шилакского. Там, кстати, снимали фильм «Что я делал прошлым летом». Вот эта картина, этот заброшенный маяк, это заброшенная метеостанция. Очень красивые декорации, мы хотим приехать туда. Возможно, даже воссоздадим несколько кадров из фильма, то есть какие-то вот возьмем. Это Владислава, да, уже зависит, конечно. Это уже его, да, креатив. Вот. Ну и так, ну знаете, рекорды, они больше для партнеров. Для себя же ты не хочешь каких-то больше рекордов. Для себя вот я считаю, что вот самостоятельное восхождение, когда мы двоем с Владом без гидов, просто без особой подготовки за 4 дня собрались и зашли на Эльбрус, вот это для меня гораздо больше какой-то рекорд. То есть, ну как бы внутренний, то есть рекорд преодоления себя. Именно зашли, без машин там. Да, да, мы сами, это было восхождение в рамках фестиваля Red Fox Эльбрус Рейс. Мы должны были заходить там 9-го, но погода по метео была, ну, портилась. И мы приняли решение на 5 дней идти раньше, сами, без гидов. И это была ночь перед восхождением, у нас есть на Ютьюбе, мы сидим и просто говорим, блин, пойдем или нет. И что мы сделали? Я по Ютьюбу просмотрел весь маршрут, там порядка 12 роликов, и как Влад пошутил, что типа там за ночь на Ютьюбе ты стал горным гидом. То есть я уже знал точно, где косая полка, и мы когда шли, я говорил, так, здесь косая полка, здесь нам нельзя, здесь трупосборник, здесь нужно идти, так, здесь этот, тут седловина. Мы шли, я уже знал эти места, как будто я там был. Трупосборник и седловина, друзья, новые слова, да. Спасибо, Богдану. Так, у нас есть видеоролик, у нас как раз есть видеоролик с Эльбруса, да, если не ошибаюсь? Это, кстати, работа Влада, можно посмотреть. Давайте посмотрим. Будем комментировать параллельно, не будем уходить из эфира. Ой, какая красота. Это, кстати, вид из нашего номера. Это дро, как, коптер снимал, что это? Это мы с подъемника снимали. А, с подъемника? Угу. Там очень красиво, конечно. Горы пускают только тех, чьи душа им по росту. Когда идешь... Много ли там людей вообще, вот, желающих, да? Особенно на майские праздники, там просто, вот, можно посмотреть, сколько это утро, где-то, примерно, 5 утра, 4 утра на склоне. Вот, кстати, вот эта вот узенькая, видите, полосочка была, где люди шли, это называется косая полка. И в каких-то местах она очень узкая, то есть там буквально 15 сантиметров. Вниз идет очень пологий спуск, и там трещины, ледник. И в леднике трещины там 100-150 метров. То есть, если свалиться, упасть туда... Трупосборник. То все правильно, он называется трупосборник. И ты идешь, и у тебя под ногами, ты видишь, прям вот тут лед, и там дыра. И вот мы туда заглянули, ты подсвечиваешь, а там и дна не видно. Скажи, много ли с собой надо брать успокоительного? Что вообще нужно взять с собой обязательно? Да нет, ну, нужно просто подходить ко всему, как бы, понимать, что там, ну, там, не рвать себя последнего, понимать, что на гору вернуться можно... Ты можешь возвращаться всю свою жизнь каждый год, и в какой-то раз она тебя пустит. Вот гора никуда не денется, а вот жизнь твоя может закончиться. Поэтому нужно всегда здравомыслие, как бы, во всем в этом. Безусловно, подготовка, как бы, стойкий характер, там, мужество, это все, безусловно, должно быть. Но здравомыслие, это вот на самом главном должно быть. То есть, если ты чувствуешь, что нет, мы не идем. Ну, я сразу скажу, мы кормим везде, разговариваем с природой. Я не шучу, на самом деле так говорю. Мы подкармливаем местных духов, всегда просим того, чтобы было нормально. Потому что все местные народы, в частности, тюркские, они так поступают. Они разговаривают с землей, как с живым организмом, просят природу, просят погоду. И вот у нас так и было. Было все плохо, мы попросим погоду, все хорошо. Слушайте, а вот вы начали уже про природу, про погоду. Мы тут с Романом все время в науке рассказываем, что климат меняется, снега тает. Вы заметили это в своих путешествиях? Ну, я не могу сказать, что прям настолько. Но хотя шапка, ледяная шапка Северного полюса очень сильно изменилась. Там, где раньше были просто ледяные поля, сейчас огромное количество рек, так называемых. То есть, когда идет трещина, разлом и между ними вот открытая вода. Это очень хорошо для медведей, потому что для них есть больше, так скажем, возможностей для охоты. Но при испарении этой воды, понятно, что все-таки не очень хорошо, наверное, для как раз в целом для... Весна раньше приходит, по-моему. Весна точно приходит раньше. Раньше-то я такого не помню. Раньше, когда, опять же, я жил же там в паре сотнях километрах от полюса Холда, от Эмикона. Вот я помню, что там, ну, морозы были такие же, но сейчас раньше теплеет. Это точно. Как найти вас в интернете? Как следить за вашей экскурсией? Экскурсией? Экскурсией, экспедиции? А экскурсией, экспедиции? У меня одно, да. Сайт наш называется ergoexpo.ru. Там будет онлайн-трекер, где мы будем. А так, у нас есть инстаграмы, тоже ergoexpo. Мой инстаграм богди, у Влада Влад Прангу. То есть, можно, ну, лучше через основной сайт зайти, либо просто по фамилиям нас. Выкладывать будете, да, вот, фотографии по возможности? Выкладывать будем максимально все вот в режиме прям реального времени в инстаграм, в сторисы. Соответственно, сразу по приезду выйдет видеодневник, который прям вот будет четко передавать все, что с нами происходило. Где-то 10-25 серий, в зависимости от контента, мы точно снимем. Они пользуются очень большой популярностью. Ну, конечно. Я там серию с атомным ледоколом посмотрела, там, около миллиона, я уже не помню, человек. То есть, ну, это реально интересно. Ну, он впечатляет, конечно. Он впечатляет, не то слово. Друзья, мы вам желаем успеха, удачи, такого же куража. Ну, и приходите еще, рассказывайте, что интересного есть на нашей планете. Большое спасибо. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо вам большое. До новых встреч. Это было «Лучшее в стране». Всем пока. Лучшее в стране.